Здравствуйте, дорогие друзья! Всем доброе утро! Благословенного дня! Шалом вашим семьям, вашим сердцам и вашим трудам! Пусть благословение Божье изливается с небесных источников на землю, а земля преображается под Божьи планы и определения для нашего времени. И мы с вами каналы, через которые Господь хочет изливать на эту землю все, что у него приготовлено. Но каналы могут быть перекрыты, могут быть проточны, могут быть расширены и так далее. Поэтому как важно нам сегодня для себя тоже задавать подобные планы вопросы. Господь, а каким каналом являюсь лично я? «Есть ли что-то перекрывающее в моей жизни твои потоки? Есть ли что-то сужающее твой объем, который может проходить гораздо в большем масштабе?» Подобные вопросы, они позволяют нам анализировать глубже, чем просто наш интеллект. А заглядывать в сердце, разговаривать с Богом о самом главном, о том, что является источниками нашего сердца и насколько они завалены или открыты. И такой диалог, такое общение с Богом никому не повредит, а наоборот сделает нас еще более расширенными в своем масштабе и проточности Божьих потоков. И говоря сегодня о тех нюансах характера личности, мы с вами нуждаемся в том, чтобы исследовать характеры тех людей, которые сейчас на страницах Священного Писания мы с вами рассматриваем. Ведь на самом деле это все люди, которые живут и сейчас. Это не только тогда, в древности были вот такого плана характера, такие личности. Сейчас они окружают нас, либо мы сами такими являемся. И поэтому для себя увидеть некоторые перспективы и, может быть, в чем-то изменить то, что называется нашими расчетами, планами и взглядами. А что-то подчинить под власть того Бога, у которого жатва во внимании. Мы с вами не можем изменить жатву, если мы уже что-то посеяли. А Господь может. Но это Он делает только с согласия самого человека. Поэтому, когда мы смотрим на Авенира, смотрим на Давида и прочитали в прошлый раз, что Давид его отпустил с миром, то это говорит о том, что в сердце Давида были тоже понимания, кто перед ним и что предлагает Авенир. Сам Давид, он не в состоянии сейчас повернуть все израильские колена к тому, чтобы ими управлять. Потому что Бог доверил ему то, что он сейчас имеет, колено Иудина. И все остальное необходимо, чтобы оно, так скажем, когда-то перешло. Но когда? Он не торопит события. Но в данном случае Авенир ему предложил. Предложил я это сделаю. Я пойду и оберну всех людей к тебе. И Давид ему поверил. И Авенир понял, что Давид ему доверил этот шаг, то есть не остановил его. Но есть люди, окружающие Давида. И вот слуги Давидовы с Иавом пришли из похода и принесли с собой много добычи. Но Авенира уже не было с Давидом в Хевроне, ибо Давид отпустил его, и он ушел с миром. Второй раз это слово «ушел с миром». То есть Давид не погнался. Давид не стал какие-то коварные замыслы выстраивать, потому что этот человек пришел к нему с правильным предложением. Единственное, что мотивация, скорее всего, исходит из того, что он очень расчетливый человек и смог сделать свои предположения, чем это может обернуться ему лично, если он сейчас не предпримет такой радикальный шаг. Поэтому тогда, когда приходит прозрение, друзья, так важно, чтобы оно не пришло слишком поздно. Так важно, чтобы не оказались вокруг неправильные советники, неправильные люди. А вот это уже, что называется, не под нашим сейчас контролем и властью. Поэтому молиться в том, чтобы Господь окружил нас людьми с правильным сердцем, с благородным духом, с ясным смыслом и с чистыми мотивами. Вот это то, что я хочу сегодня сделать вместе с вами. Потому что делать Божье дело и противостоять той команде, которая рядом с тобой, это очень непростое дело. Поэтому важно, чтобы рядом были люди, которые готовы подставить вовремя плечо. Не всегда, может быть, будут понимать, что ты делаешь, но пусть это будет всегда согласие, единство и доверие. Небесный Отец, я благословляю сейчас каждого человека пониманием того, что ты даешь людей благородных и наполненных правильными мотивами и смыслами. Поэтому мы просим у тебя сейчас, чтобы ты дал таковых на пути каждого, кто сегодня вместе с нами в эфире. Я благодарю тебя за каждого делателя для последнего времени и благодарю тебя, что ты господин жатвы. Поэтому собери сам эти команды по всему лицу земли и произведи свою работу по богатству твоей славы во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, до новых встреч, до свидания.